Рейзер с горем пополам и сняли, а дальше что делать? Надо снимать про кроссы, но где взять темнокожего парня в нашей деревне, я вообще не представляю. Это проблема. Эй, друг, тебе куда? Куда едешь, говорю? По-русски понимаешь? Что? По-русски понимаешь, говорю? А, да. Запрыгивай. Слушай, это кино сняться не хочешь? А? Роль для тебя есть, говорю. Только у нас денег нет. Что? За проезд, говорю, за проезд, передавай. А с вами канал Adonata Cinema. Всем привет. 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 Все подписчики. Сегодня мы начинаем снимать ролик про сержанта кросса. И вот какого сержанта кросса мы нашли. На самом деле, нашего сержанта кросса зовут Питер Туенеза. И он конечно же живет в России и говорит по-русски. И на минуточку он даже снимался в клипе группы Little Big. Ну а теперь играет роль в нашем видео. Не, а че парень к успеху идет. Знает с кем сотрудничать. А если вам интересно посмотреть и другие его работы, подписывайтесь на его инстаграм. Ссылку я оставил в описании. Ну а начнем мы с гаража Mii. К сожалению Need for Speed Most Wanted был выпущен 15 лет назад. И поэтому ждать от него модели в высоком разрешении конечно же не стоит. Все объекты здесь низко полигональные, текстуры все в пикселях. И для нашего ролика такая модель гаража точно не пойдет. Поэтому сейчас за пару минут я сделаю ремастер этого гаража. Поехали. Все текстуры граффити которые были на стенах мне пришлось заменить, потому что оригинальные были очень плохого качества. Поэтому я использовал другие которые мне попались под руку. Видно что комната в которой стоит компьютер должна была быть сделана из профлиста. Однако в игре все стены плоские и на них просто наложена текстура имитирующая этот объем. Я же сделаю этот объем по настоящему смоделировав сам профлист. и по мелочи осталось добавить вот такие вот висящие шланги. смоделировать оконную раму, добавить на нее решетку и в итоге вот такой вот гараж у нас получается. ну и ненадолго вернемся к ролику из гаража мии. первые кадры которые мы сделаем я буду вот так вот сидеть на диване. и чтобы физика дивана была правильно просчитана мы сделаем вот так вот и я на него сяду. привет народ с вами снова канал адоната синема. я надеюсь вы уже узнали где я. если нет то добро пожаловать. это гараж мии из Need for Speed Most Wanted. так чтобы наша сцена нормально трещилась мы делаем вот такие вот маркеры. как сказал Серега маркеры должны быть тоже зеленого цвета другого оттенка. но у меня только желтая лента есть поэтому мы сделаем так. а сейчас будет трюк. ну или цирк. поехали. подержи. итак следующий кадр. мы должны идти вдоль биража. и в определенный момент нам должен будет падать солнечный свет. этот солнечный свет будет отключать от этого прожектора. и после нескольких манипуляций наш кадр принимает вот такой вот вид. теперь рассмотрим модель mazda rx8. в игре была именно вот эта моделька. но качество у нее мягко скажем не очень. от одного только вида дисков становится не по себе. поэтому для ролика я буду использовать более качественную модель. и так как делать mazda с нуля у меня нет ни времени ни желания. то я скачал ее вот с этого сайта. и добавил на нее новый обвес и винил. сильно на этом внимание акцентировать не буду. потому что у меня уже есть на канале ролики. где я делал бмв м3 gtr и корвет кросса. в которых я подробно рассказывал как я делал винил. с моделькой дисков мне помог один из наших подписчиков. поэтому если вам надо что-то с моделью. то обращайтесь. ссылку на его инстаграм я оставлю в описании. ну а мы переходим к съемке сержанта кросса. так значит вот такая у меня раскадровка есть. рисовал я ее вчера поздно ночью с бодуна. поэтому сейчас я Серегу попрошу поставить свет. Серега поставь свет. мне надо найти штатив. он сам с собой разговаривает. после этого необходимо совместить движение нашей камеры и 3d сцену. для этого делаем трекинг камеры. я это делаю в программе синфайс. но вы можете это делать в любой программе которую вы умеете. просто в этой программе меня делать удобней. получившуюся виртуальную камеру я закидываю в 3d max и рендерю последовательность кадров. после этого в after effects я уже совмещаю рендер и нашу съемку на хромакее. маской я вырезаю объект, чтобы больше в кадре ничего не попадало, не было никакого мусора. убираем зеленый фон, делаем там еще пару тысяч операций, цветокоррекцию и готово. давай-ка еще дополнительный кадр снимет, типа ты из тачки вылезаешь. то есть нам нужна табуретка. смотри, это тачка твоя. Серег, не высокая машина, как считаешь? мне кажется. мне кажется. даже миска. даже миска. почему это корвет? блин, это не камаз. снимаем кадр, где сержант кросс выходит из корвета. так, вот секунда. стоишь по факту, у тебя вот 10 ноги, правильно? надо дверь захлопнуть. надо вот так. ввиду того, что никто из нас не помнит, как садиться и вылезать из машины, физически, поэтому сейчас мы будем тренироваться. давай! вот так. именно так. то есть, видишь, ты полностью тело уворачиваешь? да, 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 да. тут совсем другая картина. совсем другая картина. запомнил? так. ну, давайте попробуем шар. палитом. как ты в каких подсветках? всем тем, кто присоединился только что, ничего не понимает, мы снимаем, как сержант кросс выходит из корвета, которого у нас по факту нет. отлично. 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 всем спасибо. до свидания. отлично. 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 у меня получилось так, что при убирании зеленого фона, тени от листа, который прикреплен к стене, исчезают. но нам надо бы их сохранить. при отдалении от стены, эта тень должна смещаться вправо и чуть-чуть размываться, имитируя дистанцию. поэтому я разбил нашего героя на две части, это рука с листом и само тело. начать с листом я добавил эффект дроп шедоу и анимировал эту тень по дистанции и размытию. на свой с телом я также добавил дополнительную тень, которая отбрасывается на лист согласно нашему освещению. то есть вот так вот у нас было и вот так стало. ну вот и все, что я хотел вам показать. такой вот мейкинг офф по сержанту кроссу вышел. если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. а с вами был канал Adonata Cinema, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok